Друзья, сегодня хочу поговорить об одной из самых популярных услуг, которую предоставляет наша компания. Это иммиграция в США по программе EB3. Наверняка многие слышали об этой программе или же наоборот не слышали. Так вот, сегодня я хочу раскрыть данную тему более подробно. Программа EB3 категории C позволяет неквалифицированным работникам въезжать в США в качестве держателей грин-карты и иметь постоянную работу на полную ставку. Заявитель должен соответствовать минимальным квалификационным требованиям и может включить заявку своего супруга и не состоящих в браке детей в возрасте до 21 года. То есть, простыми словами, данная программа предоставляет кандидату грин-карту через официальное трудоустройство. Почему программа является иммиграционной? Частый вопрос от наших клиентов. Значит, здесь подразумевается то, что вы становитесь обладателем грин-карты не на какое-то определенное время, а не всегда, и спустя время вы можете подать документы на гражданство. Основные требования по данной программе следующие. Наличие среднего образования, возраст от 18 до 50 лет, хорошее состояние здоровья и физическая форма, минимальное знание английского языка. Обязательным условием иммиграционной программы IB3 является то, что кандидату необходимо отработать на выбранного работодателя в США один год на своей должности. Спустя год вы можете поменять работодателя, либо заниматься в США, чем пожелаете. Хочу обратить внимание на то, что на обработку документов по этой программе уходит от 1,5 до 2 лет, что является более коротким периодом по сравнению с большинством иммиграционных программ. Семья заявителя также попадает под данную программу и могут работать и учиться в США в качестве держателей грин-карты. Процесс по данной услуге выглядит следующим образом. На первом этапе вы проходите консультацию со специалистами нашей компании за уточнение всех деталей, оценки и проверки ваших шансов на участие в программе IB3. На втором этапе заключается договор и подбирается вакансия для заявителя. Третий этап – согласование вакансии и получение приглашения от американского работодателя. Четвертый этап – заполнение всех необходимых документов и их подача в Министерство труда. На пятом этапе отправляется форма I-140 – это иммиграционная петиция для иностранного работника. После утверждения формы I-140 заявитель может пройти медицинское обследование и собеседование в посольстве для получения американской визы. Шестой этап – прибытие на территорию США и получение на руки самой грин-карты. Что касается вакансий по данной программе, то мы их предоставляем по индивидуальному запросу клиента. На сегодня у меня все. Если тема для вас актуальна, пишите в комментариях, а за дополнительной информацией обращайтесь через контакты, оставленные под видео. Спасибо за внимание!